Жемчужину Камчатки объединят с экосистемой, лагерем имени Гагарина и лагуной. Вместе они будут развиваться как единая система с общей транспортной инфраструктурой, парковой зоной и пешеходными дорожками. Получившаяся агломерация будет направлена на создание качественных условий для отдыха и санаторного оздоровления. «Лагуна сегодня – это самый динамично развивающийся туристический объект на Камчатке. Уже сегодня здесь вместимость составляет более тысячи человек, а ближайшие планы предполагают увеличение в два раза вместимости – до тысячи номеров или двух тысяч человек единовременного размещения. Еще более важно, что именно здесь, на Лагуне, первый пример круглогодичной загрузки номерного фонда. Он превышает 70%, является самым высоким на Камчатке и, наверное, одним из самых высоких на Дальнем Востоке. Очень приятно, что уже практическая работа ведется по строительству дополнительного номерного фонда в «Жемчужине Камчатки» в общей сложности. Количество мест для прохождения оздоровления будет увеличено примерно в три-четыре раза. При этом само функционирование санатория не будет прерываться, оно и сейчас осуществляется, и это та принципиальная задача, которую мы перед инвестором ставили, которая выполняется». Между санаторием «Жемчужина Камчатки» и имени Гагарина создадут парковую зону. В перспективе развития туристических и оздоровительных объектов для талантливой молодежи, интересующейся экологией. Владимир Солодов подчеркнул, что «Жемчужина» останется санаторием. Однако в пик туристического сезона там смогут расположиться и гости полуострова. Также глава региона осмотрел ход строительства образовательного центра «Экосистема». Его возведением, как и реконструкцией «Жемчужины Камчатки» занимается компания «Реам Менеджмент». Центр появится на базе бывшего детского лагеря «Восход». В этом году там пройдет Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край». Для его проведения и в дальнейшем для детской оздоровительной компании на полуострове построят самый крупный в СНГ глэмпинговый лагерь.